Итак, сегодня у нас моноатомные формы металлов, минералов по поводу магния, цинка и серебра. Я хочу начать с серебра и закончить магнием по простой причине. Серебро я использую реже, честно вам скажу. В свое время была на лекции Лидии Галли, это очень интересный физик. Она очень часто читала раньше лекции врачам. И вот, видимо, с того момента, когда она, так сказать, против серебра, ну не то, что против серебра нас, как бы сказать, зарядила, но очень аккуратно нужно с серебром. И вообще металлы, минералы, это не то, что нужно, вообще говоря, потреблять абсолютно самостоятельно. Не советуюсь ни с кем и, в общем, принимая бесконтрольно, так скажем. Я всегда это говорю своим пациентам, говорю и вам. Это очень серьезная вещь. Собственно говоря, микроэлементы нас строят. Они не синтезируются в нас самостоятельно. Впрочем, могут усваиваться и видоизменяться собственными нашими бактериями. О бактериях еще пойдет речь. Потому что, на самом деле, мы придаты к микробиому, как вы помните. И здесь важно понимать, что некоторые бактерии, они способны улавливать даже те формы микроэлементов, которые мы сами не можем для себя взять. Например, бактерии, живущие в легких, могут улавливать, особые штаммы есть, которые могут улавливать азот из воздуха. И, по сути, превращать его в наш собственный азот. То есть, знаете, такая азотистая пища, то есть котлеты из воздуха. Я всегда удивляюсь природе, насколько мудро она вообще нас создала. То есть, если вдруг мы не сможем получать азот каким-то другим способом, чтобы мы строили свой белок, мы можем, в принципе, имея, конечно, такие бактерии в легких, получать вот таким образом азот. Или, например, железодефицитная анемия, мы там принимаем препараты железа, ничего не меняется в нашей жизни. Оказывается, особые штаммы бактерий также могут усваивать железо из пищи, даже из воды, переводить их в хилатные формы и, собственно, передавать нашим клеткам. То есть, по сути, микроэлементы, конечно же, должны, ну, как бы сказать, выделяться бактериями в уже переработанном виде для нас, для наших клеток. Мы сами использовать микроэлементы, вот просто, да, погрызть, пойти кремний или же там что-нибудь еще такого подобного рода совершить, там, не знаю, положить там в воду серебряную ложку, да, или отгрызть от нее кусочек. Это все, конечно, хорошо, да, звучит теорией, но на самом деле мы не можем такие формы усваивать, потому что, на самом деле, мы очень зависимы от работы в этом плане наших друзей, да, от работы микробиоты. Конечно же, микроэлементы входят в состав белков, гормонов, ферментов и, по сути, от состояния микроэлементного, от микроэлементного состава пищи зависит и здоровье нашей микробиоты. Зависит в большой степени, поэтому мы здесь, опять же, вспоминаем про микробиоту и говорим, что мы питаем ее, а она уже питает нас. Антиоксидантный статус организма тоже очень зависит от усвояемости микроэлементов, от их, естественно, количества в сыворотке крови, доступных для нас микроэлементов. Это очень важный момент, потому что есть микроэлементы, которые мы, в принципе, усвоим, не в состоянии. Формы такие есть, которые плохо усваиваются реально. И не зря постоянно производители микроэлементов, фармацевты, пытаются создать все новые и новые, скажем, соли, соединения микроэлементов, чтобы они лучше усваивались, плохо усваиваются реально, в той форме, в которой мы их получаем. Из фармпрепаратов, конечно. Из пищи мы их получаем, конечно, но опять же, с помощью наших бактерий. А бактерии у кого сейчас здоровые? У кого и достаточное количество, у кого они здоровые? Проведение нервного импульса невозможно без определенных микроэлементов, в частности, кремния, кальция, магния, калия, натрия, золото, кстати. Ну, еще некоторых микроэлементов. То есть мы полностью зависим от микроэлементов, собственно, из них строимся. Но мы же зависим не только от их содержания в сыворотке, но и от способностей нашего организма их выделять, выводить. Это тоже очень важный момент. Потому что нам кажется, что нужно накачаться микроэлементами, и будет нам счастье. На самом деле, не все так радужно. Микроэлементы должны безопасно выводиться. Потому что, на самом деле, на это затрачивается энергия. Энергия затрачивается и на усвоение микроэлементов, если они в сложных формах. А бактерий мало. У нас у всех сейчас объединен микробиом. И нам сложно усваивать микроэлементы, те, которые мы усваивали буквально совсем недавно. Например, тот же магний из тыквенных семечек, тот же цинк из чеснока. Прекрасно же усваивали до тех пор, пока мы не убили, по сути, свою флору. И возникал вопрос, а как, собственно говоря, давать-то, датировать микроэлементы, чтобы они спокойно, безопасно усвоились и, главное, спокойно вывелись, не накапливались. Это очень важный момент. И все фармацевты знают, насколько токсичными могут быть микроэлементы. Например, тот же хром, то же серебро. Тоже серебро. Собственно, все микроэлементы – это тот же алюминий. То есть он нужен организму? Да, в каких-то дозах, конечно. Даже мышьяк нужен. Но накапливаясь, они приводят к серьезным проблемам. И сейчас как раз вот такая тема. Очень много в крови людей, в тканях, тяжелых металлов и накопленных микроэлементов. У некоторых еще с эры той, которая называлась, так сказать, до... Я ее называю эра до концепции здоровья. То есть те микроэлементы, которые, собственно говоря, мы получили с вами задолго до появления атомарных форм. У кого-то они вывелись, у кого-то они до сих пор являются токсической нагрузкой в организме. И вот для того, чтобы токсическую нагрузку на организм не усиливать, и были созданы микроэлементы в атомарной форме. Это, по сути, коллоидные растворы. Можно их назвать коллоидными растворами, но они очень сильно отличаются от коллоидных растворов, которые есть на рынке. Дело все в том, что коллоидным раствором, в принципе, называется раствор, в котором частицы меньше 100 нанометров. Но величина частиц тоже имеет значение, потому что от величины частиц, чем они меньше, тем проще им, собственно говоря, передвигаться по организму, тем проще им проникать в клетку. Это понятно. И чем мельче наночастица, тем больше проявляются ее информационно-волновые свойства. Это тоже надо учитывать. А концепция здоровья умеет работать с этой темой. И, соответственно, некоторые, скажем, моноатомные формы, в частности, серебро и золото, как наиболее, наверное, высококачественные именно информационные металлы, они работают еще и за счет своей некой энергетической сущности. У них вибрации достаточно высокие. Золото, наверное, выше всех. И, соответственно, произвести такие формы достаточно сложно. Для этого должно быть оборудование. Мы с вами неоднократно говорили, что есть такая методология, когда разряд в воде с фуллеренами находятся чистые формы минералов или металлов. По ним идет разряд тока очень высокий. Я до сих пор не помню, то ли 36 тысяч вольт, то ли 50 тысяч вольт. Вот все физические, так сказать, единицы у меня вылетают из головы. Хотя физику, конечно, врачам нужно знать получше. И получается действительно в растворе 1-2 атома. То есть частицы величиной 1-2 атома. То есть это, по сути, действительно моноатомная форма. Такого нет ни у кого, возможно, в мире, но, по крайней мере, в России точно ни у кого нет. И если частицы золота, они от 4 нанометров, там, ну, 4-6 нанометров. Цинк, по-моему, 15-20 нанометров частицы. Кремний 10 нанометров. Золото, а золото, сказала, серебро, по-моему, 15 нанометров. Магний около 20 нанометров частицы. Представляете себе размер. То есть они абсолютно по другим законам проникают в организм. Они всасываются уже во рту. Начинают работать уже буквально с первых секунд. И концентрация в бутылочке, вы знаете, все. Пластик сугубо инертный, специальный пластик, который достаточно дорогой. Его очень сложно достать. В этом пластике содержатся вот эти стабильные формы металлов и минералов, соответственно. И что хочу сказать, что в 500 миллиграммах, миллилитрах раствора может содержаться даже меньше суточной дозы этого металла или минерала. Это очень важный момент. Ведь те дозировки, которые были и сейчас, собственно говоря, есть, и, наверное, будут еще какое-то время, пока, наверное, все не перейдут на моноатомные формы, были созданы и вычислены еще много лет назад. Почти 50 лет назад. То есть они приравнивались к тем формам микроэлементов и металлов, которые мы получали, которые начали датировать их, которые были близки к органическим формам вот из пищи. И их нужно было много реально, чтобы потребность эту удовлетворить. Но с тех пор не пересматривались эти дозировки. Это очень важный момент. Потому что, когда нутрициологи ко мне подходят и говорят, Мария Николаевна, ну о чем мы вообще говорим? 500 микрограмм магния в пол-литра, ну пусть даже какой-то специальной воды. Ну нам в день иногда нужно при стрессах 500 миллиграмм. Как вообще это возможно? Как они могут работать? Я говорю, они работают на совершенно других условиях. Это очень важный момент. Его многие недооценивают и многие не понимают. И врачи в том числе. Дозировки, которые мы сейчас используем, ну вообще везде, в нутрициологической практике, они были созданы тогда, когда, ну в общем, магния мы действительно получали из тыквенных семечек, понимаете? Это нужно все пересматривать. Но кто этим будет заниматься? Это огромные научные работы должны быть, конечно же. Это нужно перелопатить. Огромное количество материалов, нужно делать клинические исследования. Ну, наверное, когда-нибудь фарма этим заинтересуется. Ну, пусть она, собственно, подольше занимается своими делами. Но вообще говоря, конечно, нужно пересматривать нормы. Конечно. Когда появились моноатомные формы, нужно пересматривать нормы, потому что на самом деле все оказывается совсем не так. И все может быть гораздо проще. Нам нужно гораздо меньшее количество микроэлементов, чтобы получить клинический эффект. Я пару случаев, конечно, расскажу из своей практики. Но и в «Концепция здоровья» сейчас накоплен уже огромный материал по поводу того, как воспринимаются эти формы. То есть, казалось бы, ну, чуть ли не гомеопатические дозы этих самых минералов и металлов, и тем не менее они прекрасно работают. Как такое вообще возможно? Возможно, потому что совершенно другие пути проникновения. Сразу идет в кровь, сразу поступает туда, куда нужно, и сразу оказывает эффект без побочных эффектов. Вот что важно. И прекрасно выводится. Не накапливаясь, не оказывая токсического эффекта. Это очень важная вещь, потому что, на самом деле, я всегда голосую за безопасность. Вот я ни разу не пожалела в своей врачебной практике, когда я перестраховалась. Ни разу. Ну, возможно, это мое хирургическое прошлое, что лучше, знаете ли, лучше враг хорошего. Знаете, пусть хорошо все будет, а вот улучшать хорошее не надо. И так же я и живу, и так же я, собственно, учу, и так же я до сих пор лечу. И когда, конечно, я познакомилась с моноатомными формами, мне понравился эффект, хотя я до сих пор не могу вообще в своем врачебном сознании понять, как вообще такое возможно. То есть действительно нам нужно совсем мало только хороших форм, действительно атомных форм, микроэлементов и металлов. Ну, металлов, минералов. Почему? Потому что сейчас микробиом сильно разрушен у большинства людей. И те атомные формы, которые должны нам давать на тарелочке наши симбионты, отсутствуют у нас в крови. И мы пытаемся криво, косо впихнуть в свою биохимию те формы, которые предлагаются в аптеках. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. То есть, по сути, моноатомные формы минералов и металлов, они то, что должны давать нам наши бактерии. Но, к сожалению, у многих давно уже не дают. Ну, хорошо. Я часто своим ученикам и врачам, и, собственно, пациентам говорю о том, что те формы, которые они принимали до, например, продукции, концепции здоровья, они на других основах, но они способны вступать в реакции в организме, например, соли или же даже соли, да, особенно кислоты или щелочи. Они, естественно, будут вступать в реакции в организме, и что-то там до клеток дойдет, что-то не дойдет. Здесь важно не передозировать. Вот это действительно важно. Да, вы не получите тактического эффекта, потому что так как они заходят, так же они и выходят, если они не нужны. Будет усвоена часть та, которая нужна реально для биосинтеза, там, скажем, каких-то соединений, а остальное просто выйдет, да, часть. Но зачем вам переводить, ну, собственно, достаточно дорогой продукт, потому что это наука, емкое производство, это довольно серьезное производство. И, по сути, лабораторное, да, то есть с участием дорогущей аппаратуры. И зачем нужно пить большими дозами, которые, ну, в принципе, вам не нужны. Это очень важный момент. Пожалуйста, пометьте себе, да, вы не отравитесь, если вы будете принимать микроэлементы концепции здоровья большей дозировки, чем написано на сайте. Обратите внимание, например, тот же магний, да, которого прям много нужно, потому что он серьезный микроэлемент, он везде нужен, нет такого процесса, в котором бы он не участвовал в организме. Но в 500 миллилитрах всего лишь 500 микрограмм, и при этом мы говорим, возьмите 20 миллилитров, это сведение, прям такая уже хорошая, я бы сказала, лечебная доза, 20 миллилитров разведите еще в 200 миллилитрах воды, и вот тогда уже пейте там по сколько-то там, да, по 20-30 миллилитров пейте там в течение какого-то времени, да, там по 50-60 за два приема, если вы хорошо там, скажем, переносите, и у вас там серьезные проблемы, например, с сердцем. То есть мы их еще разводим, мы их еще раз, собственно, разделяем, это концентраты. Вы представляете себе, сколько на самом деле нам нужно того же магния? Оказывается, в физиологии не все еще открыто. Ну, то есть, может быть, все открыто, но все открытия нужно пересматривать с учетом того, что происходит вообще в сфере науки, конечно. Ну, хорошо. Мы с вами немножечко, я лично, лично, да, не мы с вами, а я лично. Чуточку осторожничаю в плане серебра, конечно, и я его использую только снаружи с большим эффектом промывания носиков, промывания глант, там, скажем, порезы, ожоги, любые потертости, обрелости, те же трофические язвы и так дальше. Цинк при этом внутрь, да, ну ладно, до цинка дойдем. Соответственно, серебро снаружи. Но, но, мои пациенты, даже не с моей подачей, вот тут каюсь, освоили серебро, концепции здоровья и научились, собственно говоря, дозировать его при лечении хеликобактера. Прекрасный результат. Прекрасный результат. Причем у меня несколько человек, они все-таки поддержку брали, чисто химические, да, антибиотики. Те, которым прописал врач, добавляли серебро согласно вот инструкции на сайте концепции здоровья. А есть еще у меня пациенты, которые, услышав, да, вот мои отзывы о том, что я была удивлена просто, что как быстро хеликобактер отступал, они стали использовать вообще без антибиотиков. И у них тоже очень хорошие результаты. Причем один у меня мальчик есть, который, ну, вообще ему никто не указ, поэтому мои всеосторожничания, он как бы так. Да, конечно, Мария Николаевна, но делать все равно по-своему. Он принимал двойную дозу от рекомендованной на сайте. Тоже у него хорошие результаты, но все-таки мы с ним, конечно, меняли питание, это понятно. И он, ну, с дрожьями перестал дружить, да, с алкоголем перестал дружить, он проходил бездрожжевой протокол. И потом вот хеликобактер он уже добил, дожал именно серебро. Вот представьте себе, он брал вдвое больше, чем рекомендованная доза. Я, конечно, так, ежусь всегда, когда об этом вспоминаю, но вот он добился прекрасных результатов без всяких антибиотиков. Ну вот, поэтому, пожалуйста, серебро вам в помощь, собственно говоря. Но его противовирусный эффект для меня, например, гораздо более важен, чем даже антибактериальный, честно вам скажу. Хотя девочки, которые из такой есть содружества мам со сложными детьми, они используют серебро, концепции здоровья, при санации от стафилококка и стриптококка. Тоже хорошие результаты. Я с ними давно не поддерживала связь, но вообще говоря, надо, конечно, уточнить, как у них идут дела, потому что вот по чатам было понятно, что да, это реально круто. Но так как чаты были все в запрещенной сети, то я туда давно уже не выходила, как там у них дела. Есть такие наблюдения, что да, они помогают избавиться от вот этих зловредных форм условных патогенов, которые могут себя вести прилично, а могут, прямо скажем, сильно портить жизнь. Тоже серебро, концепция здоровья. Что касается, скажем, концентрации того же серебра, в 500 миллилитрах концепции здоровья серебра там 40 миллиграмм. То есть тоже, опять же, совершенно отличающиеся концентрации от тех, которые призваны нутрициологами стать лечебными. Изучили, посмотрели. Ну вот, наверное, столько нужно. Опять же, напоминаю, что столько ли нам нужно. Телеформы мы употребляем. Может быть, все проще. Может быть, стоит развернуться в сторону доступного для клеток серебра. Причем наночастицы серебра, они проникают в клетку и охотятся за вирусом в клетке. Да ничего мы в клетку не затащим, кроме как наночастицы. И очень сложно с вирусом сражаться, если он уже в клетке. А они, собственно говоря, реплицируются, размножаются и проявляют себя, активничают именно в клетке. Вот пойди туда еще пролезь, как говорится. Вот наносеребро концепции здоровья помогает именно избавиться от вируса, который уже начал реплицироваться. То есть прекращает его развитие уже в клетке. Это очень важный момент. За это, конечно, серебро очень люблю, с учетом того, что последние годы, в общем-то, мы сражаемся все с новыми, новыми вирусами. Вот я все никак не могу избавиться от вирусов, которые персистируют, я бы сказала, у нас в семье, которые, к сожалению, сажают голос. Поэтому мне немножко с голосом как-то. А это мой рабочий инструмент. Поэтому, конечно, серебро, наверное, придется все-таки использовать. Я использую ингаляцию концепции здоровья. Использую там еще свои секретные, разные, ну, собственно, не секретные, да, цинк тот же. Концепция здоровья и функциональный комплекс меланином, конечно, концепция здоровья. Но о них когда-нибудь мы с вами поговорим. А про цинк сегодня поговорим. Итак, значит, серебро хорошо работает против вирусов, против бактерий, условно патогенных, патогенных. И не забывайте, что работает еще полем. Это очень важный момент. Потому что, на самом деле, действительно мало кто разбирается из врачей сейчас в биофизике. Я очень стараюсь как-то о грехе образования, ну, как бы сказать, убрать. Регулярно хожу на встречи с биофизиками, которые общаются с врачами. Но, конечно, врачу, тем более на пенсии, стать биофизиком нам уже не суждено. Но, тем не менее, проявляю огромный интерес именно к информационной медицине. И здесь как раз стык с информационной медициной идет. Ну, хорошо. Что еще делает у нас серебро? Стимулирует клеточную тканевую регенерацию. Прекрасно заживляют раны, ожоги, не образовывая грубых рубцов. Но, опять же, это также сфера применения все-таки снаружи. Для меня это как-то ближе и понятнее. Хотя, как я уже сказала, внутрь атомарное серебро концепция здоровья вполне можно. И даже, в общем, с великим успехом мои пациенты применяют. Я лично нет. Вот они меня учат в этом плане. Но, в конце концов, знаете, все мы не без недостатков, как говорится. Поэтому, вот я серебро внутрь, вот у меня стоит какой-то некий блок. Хотя, вот мои пациенты, говорят, что Марина Николаевна, вот вы нам, так сказать, не сказали об этом, а вот оно нам помогло. А вот, что же вы нам не сказали, что внутри тоже очень хорошо. Поэтому я вам об этом говорю, что внутри очень хорошо. Вот. Что касается цинка. Его вообще 20 миллиграмм в 500 миллилитрах. И он прекрасно работает. Вот с цинком я работаю плотно, назначая его достаточно часто. И, конечно же, в основном это металл мужской. Мы с вами об этом говорили, что мужчинам вообще надо за цинком следить, особенно мужчинам с, как бы сказать, в поиске, молодым мужчинам, те, которые ведут активную половую жизнь в том числе. Потому что при эвакуляции теряется огромное количество цинка. Мужчины. А в тканях простаты и яичек как раз цинка очень много. И цинка очень много в лейкоцитах. То есть в клетках белой крови. В лейкоцитах примерно 25 раз больше, чем в эритроцитах, например. То есть цинк ответственен как минимум за две функции. Репродукция, особенно мужская и женская, тоже. Но мужская это однозначно. И, конечно же, иммунитет, который основан, клеточный иммунитет прежде всего, который основан на здоровье клеток белой крови. Быстрее клетки белой крови обучаются, быстрее формируются, зреют. Быстрее при достаточном количестве цинка их количество больше и их жизнестойкость повышается, конечно. Что касается цинка, кому он вообще нужен, прежде всего, нужен курильщикам. Если кто-то еще из вас курит, тем более вот сигареты, сигары, да и сигары тоже, Там кадмия немало, в сигаретах особенно. Кадмия много. И цинк вытесняет кадмий, но, к сожалению, кадмий тоже вытесняет цинк. Поэтому мальчики, курильщики, извините, но, конечно, цинк вам нужен однозначно. Что касается задержки полового развития, да, цинк прямо можно употреблять и детям. Кстати, дозировки, которые вы меня все время спрашиваете, есть, в чатах всегда есть, выкладываются в чат. Дозировки для детей, для грудного возраста, для дошкольного возраста, пожалуйста, добавляйтесь в чат концепции здоровья, никакой проблемы в этом нет. И там дозировки регулярно выкладываются по запросу на сайте, я не помню, есть они, должны быть теоретически, там, как детям употреблять те же самые минералы и металл. И при задержке полового развития цинк мальчикам, да и девочкам, вообще говоря, ну не забывайте давать-то, потому что у нас как раннее половое развитие сейчас характерно для детей, так и задержка в половом развитии, потому что меняется экология, меняется пища, меняется вот это излучение бесконечное, нарастают, да, давление такое, электромагнитных и различных других излучений, коротковолновых, длинноволновых и так дальше, или волновых. И, соответственно, цинк, конечно, здесь нам очень помогает, как бы сказать, нормально развиться, чтобы быть, вообще говоря, репродуктивным в свое время. В премиеном паузе очень хорош цинк, очень хорош цинк. Мужчинам с заболеваниями, включая рак, простаты, конечно же, без цинка не обойтись, это уже точно. И хорошо работает, кстати, те, у кого простотит мужчина, пожалуйста, присмотритесь к атомарному цинку, он реально хорошо работает. Да, он дороже, чем другие формы, наверное, которые вы знаете, но здесь, опять же, и безопасность, и эффективность все-таки, наверное, имеет, ну, как бы сказать, значение. При потере слуха, при потере зрения, макулодистрофии, тоже очень хороший цинк, и нужен цинк. Что касается грибковых инфекций, конечно, мы с вами знаем, что и золото, и кремний, и цинк работают, и серебро, да, работают с грибковыми инфекциями. Но, что касается, например, классического бездрежевого протокола, мы не можем его позволить во время, например, беременности. Что же касается кремния, цинка, даже золота, их можно во время беременности. Поэтому поддерживайте все-таки оборону, да, против грибков во время беременности вот этими атомарными формами. Если есть язвы в желудочно-кишечном тракте, на языке, во рту, тоже, пожалуйста, цинк, именно цинк, быстро регенерирует любые изъявления. Кстати, трофические язвы, пролежни, долго не заживающие раны, пожалуйста, цинк, внутрь, внутрь. Серебро, предположим, снаружи, как мы с вами уже сегодня говорили, а цинк внутрь. Ну, серебро тоже можно внутрь, просто при определенных состояниях. Что еще? При железодефицитной анемии хорош цинк вместе с магнием атомарным. Вот я уже заметила, что начинаем работать железодефицитной анемии, пока магний не добавишь, ничего не сдвигается. Я бы, честно говоря, разнося вот эти формы, все-таки атомарные формы лучше разносить по времени приема. Потому что вот информационно волновая составляющая у них есть, не надо смешивать, ну, как бы сказать, длину волны, что называется. Хотя, конечно, биофизики меня обнагнулили за такие формулировки. Ну, вот я так вижу, не надо это смешивать. И, соответственно, цинк вместе с магнием при лечении железодефицитной анемии очень хорош атомарной формы. Так, что еще? Диабетикам, как я могла забыть? Диабетикам имеет возможность снижать сахар в крови, но имеет такую способность, да, атомарный цинк и, соответственно, любой цинк, в принципе, но атомарный, естественно, просто больше эффективен, больше работает, быстрее работает, эффективнее работает, снижает сахар крови. Поэтому, пожалуйста, берите на вооружение диабетики, причем и первый, и второй. Так, ну хорошо, это у нас цинк, серебро, но, честно вам скажу, хочу сконцентрироваться я все-таки на магнии. Объясню, почему. Потому что нет ничего, собственно, вообще в организме, что не было бы завязано на магнии. Да, ни одного процесса, существа или гормонов, ферментов, или магний, так же, как и кальций, а вы помните, эту сладкую парочку, кальций, магний. Они практически везде в организме работают, и они являются такими, знаете, друзьями, соперниками, что называется. Так как кальций у нас проваливается буквально, потому что в ацидозе многие, да, все практически, и кальций расходуется очень массировано, магний нужен ему в помощь, и, соответственно, магний, конечно, у нас, еще стрессуем, магний расходуется у нас бешеным. Особенно, кстати, на жаре, вот летом, так что, готовьтесь, потреблять магний, потому что, действительно, жара, изматывающая такая жара, она тоже просаживает магний, и очень здорово. И, конечно, можно попробовать, опять же, там, усилить, увеличить концентрацию магния в сыворотке крови, там, делая крен в определенную пищу, да, в потребление определенной пищи, но, мне кажется, гораздо проще все-таки магний использовать в виде атомарных форм, не заморачиваясь, как там оно происходит. Почему? Потому что отслеживать вы, конечно, можете состояние сыворотки, да, ее насыщенность различными микроэлементами, но, что хорошо с атомарными формами, вы принимаете и знаете, что вы не передозируете, что вы не окажете токсического влияния на свой организм, что у вас все, что нужно усвоиться, все, что не нужно, спокойно выйдет. То есть, уровень в сыворотке магния будет рабочий, но при этом он не будет накапливаться в виде каких-то еще токсических соединений, он не будет ни с чем вступать в реакции, нигде откладываться, то есть, он спокойно будет выходить. Абсолютно другие вообще взаимоотношения с атомарными формами организма. Ну, если мы возвращаемся, так сказать, к пище с магнием, то магний плохо всасывается в кишечнике, примерно 60-70 процентов просто выводится от магния, который мы получаем через кишечник. Поэтому атомарные формы, особенно если кишечник в не очень хорошем состоянии, это опять же, процентов 70 нынешнего населения, а если не больше, не знаю, мне попадаются только с расстроенными кишечниками, с порушенными, с истощенным микробиомом, микробиотой, да, с порушенной просто до последнего, по-моему, уже предела. Это, наверное, моя такая, да, профессиональная вредность, но я думаю, что, конечно, процентов 70 нашего населения имеют кишечники далекие от идеала, потому что так или иначе принимаем гормональные препараты, противовоспалительные, принимаем, многие принимают сейчас антидепрессанты, к сожалению, очень многие принимают контрацептивы на достаточно длительной основе, но я не говорю про антибиотики, сами уже все знаете. Вот, поэтому микробиоты у нас как-то не очень сейчас работает. Магний просто у всех содороги, у всех какие-то аритмии непонятного происхождения, у очень многих, ну не у всех, но у очень многих, реально. И за последние три года ситуация только ухудшилась в связи со стрессом. Ну, собственно, не последние три года, по-моему, мы уже так давно так живем, но последние три года это уже какой-то запредел, да, запредельный уровень стресса и тяжело. Без магния хорошего тяжело. Поэтому сейчас собственный фармацевт все отмечают, что да, выросли продажи магния именно. Люди ищут хорошие формы магния, вот хорошие формы у вас уже есть. Считайте, что вы уже нашли. Действительно, магний, концепция здоровья работает просто феноменально. Я, наверное, забегу немножко вперед, расскажу сразу про свой клинический случай, который меня, честно говоря, поразил. девочка очень тревожная, совершенно расстроенная вата, да, вата в дисбалансе. Кто знает, что это такое, понимает, что это судороги, тики, говорит, захлебываясь, комкает слова, пропускает слова, то есть быстро очень устает, не может заснуть, ручки трясутся, глаз дергается. Ну, в общем, все прелести, собственно говоря, длительного, практически хронического стресса. Ничего не могла с девчонкой сделать, она прям как вся, как сжатая пружина. Конечно, мы с ней проговаривали дотацию магния, безусловно, но те формы, которые она использовала, ей не помогали. Говорит, что чуть-чуть помогали очень концентрированные ванны с сульфатом магния. Говорит, я хоть могла как-то заснуть, но мне в этой ванне надо было сидеть полчаса в горячей, много очень она, не 150, скажем, грамм, да, кололав на ванну, а чуть ли не полкило, и говорит, что меня выключить очень сложно. Мы с ней, с магнием, решили поработать, вот, и она, ей было дорого, дорого, я говорю, ну, возьми, попробуй, говорю, ну, в конце концов, больше тратишь в кафе с подружками. Она говорит, ну, ваш правду, попробуй. Она взяла, значит, пропала на какое-то время. Когда у нее пропадают пациенты, это хорошо, потому что у них все хорошо. Если они постоянно на связи, значит, что-то не так. И вот она пропала, значит, потом проявляется, с каким-то другим вопросом, я говорю, как у тебя там, Ириша, как твои тики, как твои судороги? Она говорит, ой, да я уже забыла о них. Я говорю, ну, ты магний пропила? Она говорит, нет. Я говорю, как это нет? Мы с тобой договорились, ты сказала, что будешь его пить. Она говорит, я магний себе взяла, но я решила сначала попробовать в ванну его вылить, как вот я делала с салями магния. И начала я, значит, с колпачка, не разводя его, как, ну, для питья. Я, говорит, прямо вот решила, колпачок в ванну и, значит, полежать. Я уснула прямо в ванне. То есть, горячая ванна, говорит, я стала засыпать, говорит, я кое-как вылезла, я пошла, легла и, я, говорит, просто вот меня унесло. Я поняла, что концентрация очень высокая, но это реально высокая концентрация. Но на ванну, понимаете, как на ванну, в общем-то, как бы минимальная, ну, прямо скажем, действительно почти гомеопатическая доза. Но вот она так сработала. Она, говорит, я стала уже тогда уменьшать дозу, смотрела, чтобы мне было комфортно засыпать. И я пришла к той дозе, в которой, в принципе, магний пьют. То есть, она взяла колпачок 20 миллилитров, развела в стакане воды 200 миллилитров. И, соответственно, этот стакан воды разделила на несколько порций, то есть на 3 дня. Но это, но если пить, то, да, эффект вы почувствуете, конечно. А вот в ванну, она, говорит, я сама не ожидала. Хотя девчонка была очень сложная. очень сложная. Ну, вот так, говорит, я его, собственно говоря, экономлю. Я говорю, что ж, тот, как говорится, победителя не судит. Вот такая вот у меня история была с магнием. Я, конечно, была поражена. Я, безусловно, его назначаю. И хочу только заметить, что магний, вот я говорила об этом, мои пациенты с брадикардией, то есть когда очень сильно урежен пульс, и они ложатся спать, у них и так тяжеловато. Да, они еще уреждаются пульс, могут появляться аритмии. Вот те, у кого брадикардией, тем магний непосредственно перед сном пить не нужно. Лучше его выпить в дозировке, которая, собственно, указана на сайте, 20 мл развести в 200 мл и по 20 буквально мл уже этого разведенного. Можно пить. Это вполне рабочая дозировка. Вполне. Вы начинаете с 10 мл вообще уже разведенного. Посмотрите, как вы работаете с этими формами, потому что они реально по-другому работают. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вам не нужно себя, извините, вырубить, чтобы потому что если давление, например, повышено, вы гипертоник, то вы можете снизить давление. У вас расслабляются мышцы. В основном поперечно-полосатые мышцы. На гладкую мускулатуру магний меньше оказывает влияние. То есть у вас не, извините, не открываются все сфинктеры, что вы там, как бы сказать-то, не можете себя контролировать. Нет, поперечно-полосатые мышцы у нас у всех зажимов, у всех спазмы легче становится значительно. Поэтому, если вы проходите курс массажа, у вас, как говорят массажисты, забиты мышцы, ну, пожалуйста, магний, вам, вашему массажисту, в конце концов, будет проще работать. Мне проще работать, когда я работаю с каналами, точками каналов восточной медицины, польцевой, Джейн, мой любимый, вы знаете, я очень уважаю. очень удобно работать, когда человек принимает магний. Лишних зажимов нет, сориентироваться, вообще говоря, проще по систему, по точкам, прям гораздо проще. Все-таки это имеет место у нас, зажимы, микро даже зажимы, когда тело, как каменное, оно не реагирует ни на что. И вообще, на самом деле, есть же такие телесно-ориентированные практики, когда понятно, что снимаем спазмы, мы реально оказываем тело огромную услугу. То есть, эти спазмы, они не позволяют и органам, и системам работать в должном, собственно, режиме. Поэтому магний оказывает не только местное, расслабляющее какое-то влияние, там, скажем, вам легче стало, отпустило, там мышцы не болят, нет судорог, но еще и спазмы внутренних органов, потому что мы единая система, да, вот спазмы, которые есть, ну, как бы сказать, у нас мышцы, собственно, каркас-то, расслабляются еще и внутренние органы, потому что мы просто отпускаем, обвисаем, потому что нам, в общем, каждому, наверное, стоит делать в конце дня, потому что все как натянутые струны, ну, многие, по крайней мере. Есть философы, которые магний не нужны, им вообще ничего не нужно, они как бы питаются праной, живут уже в четвертом или пятом измерении, не знаю, все время путаю, вот, но остальным людям, наверное, магний все-таки сильно нужен, и не забывайте, что дополнительный прием фолиевой кислоты улучшает усвоение любого магния, на что особо усваивать-то, ну, как бы сказать, упираться не нужно, он усваивается хорошо, но все-таки витамины группы В, в частности, фолиевая кислота, ускоряет действие любого магния, особенно, конечно, атомарного, естественно. Поэтому имейте это в виду, если вы принимаете дополнительную фолиевую кислоту, то можете снизить еще дозировку, может, не 5 миллилитров, но 10 миллилитров уже разведенного магния, вы можете употреблять, и у вас будет тот же эффект. Так, ну, что еще не сказала, то, что где магний используется в организме, ну, даже то, что он используется в более чем 300 ферментативных процессах, и то говорит о многом, но я бы хотела все-таки сосредоточиться на том, кому нужен магний дополнительно, те, кто стрессует, раздражитель, те, у кого повышено артериальное давление, те, у кого любые коронарные нарушения, особенно, если был в анамнезе ишемический инсульт или инфаркт. Это вот, вот просто must have, что называется, хотя сейчас по-английски то не надо говорить, да, то есть, как мне вот по-русски сказать, интересно, must have, да, должно иметь, да, обязательно к приему, вот так, все можно заменить действительно русскими словами, чем мы увлеклись, всякими англицизмами, при стрессах, при судорогах, при нарушенном сне, при сниженном нашем настроении, да, ухудшенном настроении, магний действительно такой, может, не антидепрессант, да, как золото, но такое, какое-то миролюбивое состояние наступает, когда выпиваешь вот атомарный магний. Как-то вот на все смотришь философски действительно, да все, в общем-то, нормально, чего уж я так себя накручиваю, то есть перестаешь себя накручивать. Магний с еще одним купажом Дардао даже снимает панические атаки. Вот магний, концепция здоровья. Рахитичным детям магний нужен очень, особенно, когда рахит, сейчас таких немало, вы не думаете, что это все в переживке прошлого, сейчас немало таких детей, потому что затруднено усвоение витамина Д и выработка его. Магний здесь очень помогает, очень помогает, просто берите на вооружение. Что еще? При тромбозах, вот, ковидники, мои дорогие, у кого-то диммер повышен, пожалуйста, обратите внимание на магний, концепции здоровья, прям вот очень вас прошу. При склонности к тромбозам, при тромбозах, прекрасно, вот, я просто нашла такую, знаете, чудную пару, это гирурдотерапия плюс магния тамарной, концепция здоровья, просто чудо, просто чудо. Ну, когда действительно уже есть показания, то есть там и с диммером проблемы, и, скажем, были тромбозы, либо есть тромбозы в текущий момент. Так, ну, что еще? Конечно же, магний также вместе с цинком усиливает выработку антител, участвует в формировании гуморального иммунитета, вместе с цинком используется для лечения заболеваний простаты, в том числе рак простаты, кстати, рак и вообще заболевания цистита, мыть в обзоре. Ну, что еще? При повышенной утовляемости, конечно же, при слабости соединительной ткани вместе с кальцием и кремнием, конечно, нужен магний, улучшить состояние кожи, волос, ногтей, связок, фасций и так дальше. Да, особенно обратите внимание на магний те, у кого есть генетические нарушения в семье, и вы собираетесь, например, планируете ребенка, например, еще одного, да, или же вообще ребенка, да, у вас были какие-то такие не очень удачные в этом плане случаи в семье, когда рождались дети с генетическими нарушениями. Магний, магний очень важен для передачи генетической информации правильной. Кремний и магний. Вот здесь вот два микроэлемента, которые прям, ну, цинк, понятно, тоже нужен, но вот они на первом месте, на третьем цинк. Потому что магний участвует в продукции компонентов ДНК и РНК. Поэтому посмотрите, пожалуйста, очень внимательно, нам нужны всем здоровые дети. Если идет интенсивное лечение, например, там, химиотерапия, лечение противовоспалительными какими-то препаратами, гормонами ли, антибиотиками ли, в конце концов, магний тоже очень нужен, и особенно при пользовании контрацептивным, пожалуйста, магний. не забывайте, потому что потом ферментная система вся слетит. Я уже не говорю про гормоны. Вот такое разведение, как рекомендуется на сайте, я вам уже говорила, что я развожу даже еще в большей, ну, как бы сказать, в большем разведении использую и тоже получаю результат. Поэтому то разведение, которое рекомендовано, 20 мл на 200 мл воды и дальше вы уже там смотрите, по сколько мл пить. Я, например, своим пациентам рекомендую, вот так разведя, значит, начинать вообще с 5-10 мл, посмотреть, как вы реагируете. Потому что действительно расслабление мышц наступает, немножко такое успокоение наступает, но в течение дня возможно, это вам не совсем нужно, да, может быть, нужно ближе уже к вечеру. Поэтому, соответственно, ближе к вечеру посмотрите, да, чтобы не в течение дня так быть философом. Философом быть всегда хорошо, но иногда нужно сконцентрироваться, иногда нужно золото принять, да, чтобы прям ух, все сделать, все что нужно. А вот магний уже во второй половине дня, где-то ближе к 17-ти часам, к 18-ти, когда уже нужно перестраивать, вообще говоря, режимов в сторону отдыха. вот разводите и принимайте, начиная с 10-ти миллилитров, 15-ти миллилитров, потом уже 20-ти миллилитров. В принципе, когда у человека проблемы с сердцем и ему магний хорошо заходит, вот он его попробовал, все нормально, аритмии прекрасные дают результаты магний. Это наблюдение уже концепции здоровья, 50-60 даже миллилитров, разделенные на два приема, в день прекрасно заменяют многие сердечные средства. Вы не отменяйте сразу сердечные средства и переходите на магний, вы его просто добавляйте и смотрите за результатом. Это просто потрясающе, как магний работает с любыми заболеваниями сердца, включая сложные аритмии, то есть встраивать его в терапию различных нарушений работы сердца, конечно, однозначно нужно. Нужно. Хорошо работает. Здесь просто нужно наблюдать, чтобы человек сам смотрел, здесь ложками его так сказать не нужно в себя заправлять. Так, да, вот еще что. Это уже мои наблюдения. Хорошо работает магний при рассеянном склерозе. Есть у меня несколько пациентов, которых я буквально поддерживаю. Магний хорошо зашел, вот клиника сразу как бы стихает. и, конечно, алкоголиком не только курильщиком цинк, но и алкоголиком магний. Ну, алкоголики, я, конечно, шучу, в кавычках беру. Тех, кто употребляет алкоголь, нельзя назвать всех алкоголиками. И до алкоголиков я, видимо, не достучусь, потому что вряд ли они смотрят такие каналы и им вообще, собственно, наверное, наплевать на себя. А вот те люди, которые употребляют алкоголь с какой-то периодичностью, точно не забывайте, особенно если предстоит какое-то время застолий, какой-то у меня, например, в конце мая, то магний я, конечно, беру на вооружение. Я не собираюсь становиться алкоголиком, поверьте. Уже прошло то время, когда можно было это сделать. Надо было делать это раньше, в хирургическом детстве, но в любом случае магний, я, конечно, магнием я запасусь однозначно. И, кстати, при лечении алкоголизма магний используют очень широко. Я бы хотела еще вот что вам дать для общего, так сказать, развития и для наматывания на усты. Магний хорошо сочетается с бором. Бор усиливает усвоение магния. Поэтому, если вы, например, долго принимаете какие-то пчелопродукты, там очень много бора. Вот в перге, в обножке, в пыльце, соответственно, даже в трутневом гомогенате тоже бора много. Соответственно, усиление будет всасывание магния. Железо же, напротив, может уменьшить усвоение магния. Поэтому, если вы, например, пьете активно железо, лечите железодефицитную анемию, то, конечно, этот магний никто не собьет с пути, но имейте в виду, что немножечко по-другому будет заходить магний при приеме железо, потому что они такие, они не антагонисты, они наоборот делают одно дело, но некоторые формы железа, хорошие формы железа, например, липосомальные формы железа, могут блокировать усвоение магния, но не атомарного магния. Атомарный ничем вы не собьете с пути, он будет идти туда, куда надо, в те клетки, которые его требуют. Но другие формы магния, вы, скорее всего, недополучите из них магний, вот имейте это в виду. Так, золото в сочетании с магнием усиливает иммунные способности организма, вот имейте это в виду, если вы хотите, вот именно в плане поддержания иммунитета использовать магний, цинк и золото, сюда же тоже относятся, вот это троица работает, наверное, лучше всего именно для поддержания иммунитета на должном уровне. Поэтому минимальные дозы золота, а там минимальная доза ну какая-то 10 капель раз в день, магний там скажем по 10 миллилитров уже разведенного и скажем цинк те же 10 миллилитров уже разведенного. То есть в микрограммах там будет ну совсем мало, но эффект будет. И что интересно, когда вы будете смотреть дефицитарное состояние, у вас не будет дефицитов по магнию, цинку и так дальше, что там будете проверить. Вот такие вот чудеса. Хотя все это абсолютно как бы понятно. Так, да, и вот еще очень важный момент, почему мы с вами начинали разбор атомарных форм с кремния, помните, да, по кремнию у нас отдельный такой выпуск, потому что недостаток по кремнию не даст усваиваться магнию. Конечно, атомарные формы зайдут, но, собственно, они только и зайдут. Остальные усваиваться не будут при резком дефиците кремния. Имейте это, пожалуйста, в виду. Я всегда начинаю вообще с кремния. У меня пациент с чем бы ко мне не пришел, по кремнию набеднен, я уже знаю абсолютно точно. Если есть какие-то дефициты вообще по микроэлементам, начинайте с кремния. даже не думайте. Магния и селен хорошо совместимы, магния и фосфор хорошо совместимы и очень тесно взаимодействуют в нашем организме. Хотела бы, знаете, что сказать? Олово из всех тяжелых металлов, наверное, олово наиболее опасно в плане усвоения магния. То есть олово практически сводит к нулю содержание магния в организме. То есть они такие типа антагонистов. Но избыток олова, если вы занимаетесь пайкой какой-нибудь, или вы там, скажем, работаете на бензоколонке, не знаю, или постоянно за рулем, у вас олова тоже будет немало вообще в организме, то, пожалуйста, магний, уважаемые господа таксисты, которые вы не знаете из довольно токсичной среды и не обязательно там быть ювелиром, чтобы получать соединение олова в организм. Их достаточно просто в большом городе. Ну и вообще, говоря, жителям большого города и без олова хватает нагрузки в этом плане. Но вот олово особенно так вот токсично, именно не только олово токсично, токсично все тяжелые металлы и токсичные минералы, но именно токсичность олова можно уменьшить приемом магния. Так, я хочу ответить на вопрос, который пришел в концепцию здоровья именно по поводу этого эфира. Как и сколько принимать магний при низком давлении? Какие эффекты вызывают, кроме снижения давления, расслабляет ли мышцы? Давайте я постепенно сразу буду отвечать, чтобы потом что-то не забыть. Как и сколько принимать магний при низком давлении? Вообще говоря, магний снижает давление у гипертоников. Если давление нормальное, он его снижать не должен, но если вы обезвожены, магний хорошо расширяет сосудики, особенно коронарный, расслабляет попречно полосатую мускулатуру, гипертоники, у вас просто может не хватить запаса крови, у вас сразу кровь перераспределяется, и поэтому давление может понизиться. Поэтому если вы обезвожены, то вы скорее всего гипотоник. Ну так-то. А если вы гипотоник, то соответственно магний может дать на вас такой эффект расслабления, и у вас еще чуть падение давления. Поэтому обезвожены гипотоники. Просто начните уже себя как-то восстанавливать потихонечку. Потому что я еще ни разу не видела гипотоника прямо такого вот. Ах, я такая гипотоник, я встаю из ванной, сразу падаю. Ну простите, но давайте все-таки вы начнете уже как-то кремний соединительную ткань, поддержите воду, начнете пить нормального качества, и магний не будет у вас резко обрушивать давление. Вообще магний хорошо работает именно с гипертонией. Гипотонию он не вызывает как таковой, но эффект сравнимый с гипотонией у вас может быть. Поэтому будьте аккуратны. Расслабляет мышцы. Послабление стула он не вызывает. Впрочем, если вы принимаете донат магния, то есть через кишечник пойдет магний в большом количестве в виде солей, то тогда послабление будет. Когда вы принимаете атомарный магний, послабление у вас быть не должно. Успокаивает ли центральную нервную систему? Да. Известно действия и солей магния, ионов магния на центральную нервную систему. Атомарные формы также работают и работают достаточно мощно. Успокаивают нервную систему. Какая дозировка для ослабленного пожилого человека? Какая для женщин в период менопаузы? Какая для молодых людей? Можно ли давать детям? Да, детям можно давать. Там таблица есть в чатах. Я часто выкладывают. Посмотрите сколько лет ребенку, какая часть от дозировки взрослого. Посмотрите и рассчитайте. Что касается пожилым, ослабленным людям, после операции, начинать надо с 5, максимум 10 миллилитров уже разведенного магния. До 30 миллилитров. Сердечником можно будет до 30 миллилитров два раза в день. Но опять же дозу подбирайте для себя. Начинайте с 5-10 миллилитров и дальше уже 15-20 миллилитров. Смотрите, если чувствовать сердце, начинайте, сделайте эту дозу рабочей. Все, больше не нужно увеличивать. Что касается менопаузы, 20-30 миллилитров в день уже разведенного магния, вполне достаточно. Что касается молодым людям, 20 миллилитров в принципе достаточно вполне, но при стрессах, при активных физических нагрузках, опять же на жаре, или работа в горячем цеху, почему нет, тоже мы увеличиваем количество магния до 50 даже миллилитров уже разведенного магния. При вирусных бактериальных заболеваниях до 30 миллилитров два раза в день. Так, ну хорошо, я, к сожалению, видите, как сегодня непонятно вообще, что у меня с другой сетью, там мне обычно задают вопросы, здесь мы как-то лишены этой возможности, но я постаралась все-таки дать достаточное количество информации вам, которая поможет вам сориентироваться, с каких микроэлементов вам начать, начинайте с кремния, сразу говорю, и обязательно, конечно, обратить внимание на свои состояния, которые я перечислила сегодня. Если у вас есть, скажем, в семье мужчины в возрасте, ну, конечно же, цинк. Если у вас есть стрессы в семье или на работе, конечно же, магний. Если у вас есть серьезные проблемы с вирусной нагрузкой или же с бактериальной нагрузкой того рода, который мы сегодня с вами обозначили, конечно же, серебро. И, соответственно, золото и кремния вы уже знаете, поэтому, пожалуйста, используйте чудесные изобретения наших же ученых, которые позволяют вам в меньших дозах получать, ну, собственно, с меньшей нагрузкой получать микроэлементы, которые гораздо эффективнее действуют, получать клеткам в нормальной форме, вообще говоря, атомарной, то, что им требуется, та форма атомарная, которую вы должны были бы получить от своей микробиоты, но не получаете многие. Это очень важный момент. Может быть, атомарные формы нам были бы не нужны, да, такие тяжелые в производстве, такие дорогие, да, ну, некоторые считают, что это очень дорого, если бы у нас были здоровые бактерии, они бы справились сами. К сожалению, нам приходится признать, что наш микробиом уже не справляется с тем, что он должен делать. Поэтому мы себе помогаем. Спасибо, мои дорогие, до новых встреч, я надеюсь, что в следующую среду тоже с вами увидимся, еще не знаю пока, что будем обсуждать, но голосуйте. Субтитры создавал DimaTorzok